Анжелика Кривенкова продавец со стажем о качестве овощей и фруктов знает не меньше, чем специалисты с анапидом. Оттого и уверена в своем товаре. Подтверждает это и очереди, которые около нее не заканчиваются. Все за огурцами, помидорами, абрикосами, черешней и многим другим, что украсит летний стол. Люди хотят очень сильно кушать клубнику, черешню. Ну вот как только начался сезон черешни, конечно, оно и дорого, но все равно люди покупают и детям, и бабушкам, и дедушкам. То есть в основном ягода. Уже, как правило, начинается абрикос. То есть люди уже покупают узбекский абрикос, медовый, молодая картошка тоже. Это сейчас очень актуально, потому что все ездят отдыхать, пикники и, соответственно, овощи тоже лидируют. Клубника. Она королева сегодняшней торговли. Ягода, которая может попасть на стол в самом свежем виде только в течение месяца. Ни один продавец не упускает возможности порадовать ею своих покупателей. При этом диапазон цен колеблется от 3,5 рублей до 9. Большинство привезено из Лунинца, Брестской области. Там производство налажено, поставки по всей стране. Она большая и несколько дешевле. Гродненская из Малой Берестовицы тоже есть. Не так много, как хотелось бы, да и стоит приблизительно на рубль дороже. Клубника всегда популярная. Килограмм 200 продаем на точке, например. Так 250. Если в субботу и воскресенье, можно и 500, и 400 продать. То есть, все зависит от варенья. Если сейчас сезон варенья чуть дешевле будет, ее можно и тонну прогнать. В прошлом году за сезон было продано более 15 тонн клубники. Сейчас уже полторы тонны. Вместе с ягодами в список желанных покупок попадают зелень и молодой картофель. Он, к слову, в среднем по 2,50 за килограмм. Галина Сенкевич урожай со своего огорода продает лет 20. Говорит, так еще ее родители сделали. Она продолжила торговые традиции. В качестве своего продукта, уверена сама, да и специалисты гигиены и эпидемиологии ручаются. Не на словах, конечно, а после результатов лабораторных исследований. Вот картофель, на людей интересуется. Зелень, все вот такое вот молоденькое. Летом уже заготовки начинаются. Перец, помидор. То есть, каждый сезон это же какая-то своя продукция. Таких, как Галина, на рынке достаточно. Домашняя продукция всегда была и остается в приоритете. Спрос у горожан большой, а значит, и предложений должно хватать. Да и о безопасности, качестве и годности продукции стоит подумать. На кону же здоровья, отсюда и серьезные требования к сельхозхозяйственникам. Если у нас приходит и хочет торговать на центральном рынке сельхозпроизводитель, он должен иметь справку о наличии приусадебного хозяйства, либо дачного участка, флюорографию. И он свою продукцию, которую произвел на своем приусадебном участке, сдает в лабораторию, которая находится здесь на рынке, которая проводит все необходимые исследования, анализы. И при наличии лаборатории ему предоставляются места на рынке для торговли. Местные власти, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии – кто только не боролся с бордерными продавцами. Победить их удалось только коронавирусом. В связи с пандемией и сами продавцы, и покупатели отказались от такого рода торговли. Но вот от привычных походов на рынок не собираются. Ну, на рынке, во-первых, всегда дешевле. Это во-первых. А во-вторых, ну, приятнее почему-то, не знаю. Там слишком в гипермаркетах, в магазинах, ну, слишком казенно. А здесь более открыто, здесь люди более открыты. Ну, и идешь почему-то на рынок уже по привычке, наверное, советских времен. Рынок – это выручит тебя в любой день, в любую трудную минуту. Потому что и денежки сэкономишь, и товар ты выберешь, тебе дадут тот, который ты выбираешь. Заманчивые цены и первая свежесть. Много попадает на прилавки сразу с грядки. Вот важная составляющая, почему люди выбирают не маркеты, а старый добрый рынок. Ну, а он, в свою очередь, старается держаться на уровне и не теряет доверия своих покупателей. Яна Мельникенко, Виталий Рубанов, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова